Доброе утро дорогие друзья, меня зовут Анатолий и сегодня вместе с вами хотел бы поделиться сказкой Это будет тоже сказка не просто для детей, но для нас взрослых И называется она «Медведь и двое поросят» Как-то раз на поляне в лесу жили-были двое веселых и главное добрых поросят Они резвились, игрались и делились тем, что у них было со своими друзьями и другими зверями И так они подружились с большинством тех, кто жили в лесу и даже в соседнем лесу И всем нравилось, какие они веселые, добрые, забавные И как-то раз в хороший солнечный день двое поросят вышли на полянку и решили там покушать, порезвиться, поиграться И когда они наигрались, они достали свои лакомные кусочки И это в них были капуста, морковка и яблоки И только они стали кушать, как с соседней поляны Волк голодный, обозленный, да еще ленивый Почувствовал запах поросят И решил посмотреть, что они там делают Подкрался волк к этой полянке Увидел, что поросята собираются кушать И решил присоединиться к ним Ну, не попросив у них, а напугав их И так волк появился И спрашивает их сердитым голосом Что это вы тут делаете без меня? Они говорят, мы тут поигрались Или порезвились И теперь решили немного покушать на свежем воздухе А волк не попросил их поделиться с ним голодным А говорит, и я хочу Поросята молчат А им не понравилось, что их так С ними так разговаривают Волк говорит, либо вы поделитесь со мной Либо я покусаю и отниму вашу еду Ультиматум Поросята не были готовы к таким событиям Они опять молчат И волк говорит, так что По-хорошему отдадите Или я у вас заберу Поросята переглянулись И не знали, что и говорить Тогда волк не стал дожидаться их ответа Он набросился на них Покусал Отнял всю еду И ушел на свою поляну Там кушать Расторганные поросята Голодными Решили пойти поспать В обеденный перерыв Потому что Вечером у них предстояла Кое-какая работа Но тут они вспомнили Про своего друга Самого сильного в лесу Медведя И пошли они к нему В это время Медведь делал свою утреннюю зарядку И он обрадовался поросятам И говорит Привет, мои друзья Что сегодня будем делать В какую игру будем играть сегодня Я предлагаю в прятки Но поросята сказали медведю Миша Сегодня с нами Произошла такая история Голодный И ленивый волк Пришел к нам И без нашего разрешения Покусал нас И отнял всю нашу еду Как так? Сказал медведь Да как он посмел Обидеть моих друзей Ну-ка пойдемте Посмотрим Что сейчас он скажет нам И они пошли на поляну К волку В это время Волк сопел И мирно спал Медведь постучал в его дом А ну-ка Просыпайся Разбойник Услышав эти слова Волк проснулся И испугался Что-то Медведь к нему пожаловал Никогда они не дружили Открывает волк дверь И видит поросят И сразу все понял Ой Стал он улыбаться Заходите Чай попьем А медведь ему говорит Так у тебя есть Что покушать И ты все-таки Отнимал еду У моих друзей Поросят Услышав слово Друзья Волк еще больше Испугался Ой Да я так пошутил Сказал волк Так Ну-ка Дай нам покушать Что-нибудь А у меня Ничего нету Мало того Что ты Невежливый Злой Так ты еще Ленивый Вот я тебе Сейчас Ой нет-нет-нет Миша Я больше не буду Так Ну так ладно Сказал медведь Смотри мне И медведь С двумя поросятами Ушли И с тех пор Волк больше Не стал трогать И кусать Двух поросят Мораль этой сказки Такова Надо знать С кем дружить Подсуждайте вы На эту тему А я желаю вам Божьей милости Благодати До свидания Редактор субтитров